Жозеф Бедье. Тристан и Изольда. Глава первая. Детские годы Тристана. Не желаете ли, добрые люди, послушать прекрасную повесть о любви и смерти? Это повесть о Тристане и королеве Изольде. Послушайте, как любили они друг друга к великой радости и к великой печали. Как оттого и скончались один и тот же день, он из-за нее, она из-за него. В былые времена царствовал в Карнуэльсе король Марк. Проведав, что его враги на него ополчились, Револен, король Лаонуа, переправился через море ему на помощь. Служил он ему и мечом, и советом, как то сделал бы вассал. И служил столь верно, что Марк наградил его рукою сестры своей, красавицы Бланшифлер, которую Револен полюбил несказанной любовью. Он сочетался с нею браком в церкви Тентагеля. Но едва успел он жениться, как до него дошли вести, что его старинный враг, герцог Морган, обрушившись на Лаонуа, разоряет его земли, опустошает Нивы и города. Наскоро снарядил Револен корабли и повез Бланшифлер беременную в свою дальнюю страну. Пристав у своего замка Канаэль, он оставил королеву на попечение маршалу своему Роальду, которому за его верность дали славные прозвища «Роальд Твердое Слово». Затем, собрав баронов, он отправился на войну. Долго ждала его Бланшифлер. Увы, ему не суждено было возвратиться. Однажды она узнала, что герцог Морган вероломно убил его. Она не оплакивала его, ни стонов, ни сетований. Но ее члены сделались слабыми и безжизненными. Душа ее страстно пожелала вырваться из тела. Роальд старался ее успокоить. — Государыня, — говорил он, — прикоплять горе к горю нет выгоды. Разве всем родившимся не предстоит умереть? Пусть же Господь примет умерших и досохранит Он живых. Но она не хотела его слушать. Три дня ждала она свидание с милым супругом. На четвертый день родила сына и, взяв его на руки, сказала. — Сын мой, давно желала я увидеть тебя. Вижу прекраснейшее создание, какое когда-либо породила женщина. В печали родила я. Печален первый мой тебе привет. И ради тебя мне грустно умирать. И так, как ты явился на свет от печали, Тристан и будет тебе имя. Так сказав, она поцеловала его и, как поцеловала, скончалась. Роальд твердое слово взял на воспитание сироту. Уже войны герцога Моргана окружили замок Канаэль. Как было Роальду долго выдержать войну? Правда, говорят, отчаянность не храбрость. Пришлось ему сдаться герцогу Моргану. Но из боязни, чтобы Морган не умертвил сына Риволена, маршал выдал его за собственного ребенка и воспитал со своими сыновьями. Спустя семь лет, когда наступило время взять мальчика из рук женщин, Роальд верил его мудрому наставнику, славному конюшему Гарвеналу. Скоро обучил его Гарвенал искусством, какие приличествовали баронам. Как владеть копьем и мечом, щитом и луком, бросать каменные диски, перескакивать одним прыжком широчайшие рвы. Научил его ненавидеть всякую ложь, всякое вероломство, помогать слабым держать данные слова. Обучил всякого рода пению, игре на арфе и охотничьему делу. Когда мальчик ехал верхом среди юных оруженосцев, казалось, что его конь, оружие и он сам составляли одно целое, и нельзя было их разделить. Глядя на него, столь прекрасного, мужественного, широкоплечего, тонкого в талии, сильного, верного и храброго, все славили Роальда, что у него такой сын. А Роальд, помянуя о Револене и Блуншифлер, юность и прелесть которых оживала перед ним, любил Тристана как сына, и втайне чтил его как своего повелителя. Случилось так, что вся его радость окончилась в тот день, когда норвежские купцы, заманив Тристана на свой корабль, увезли его как славную добычу. Пока они плыли к неведомым странам, Тристан метался, как молодой волк, попавший в капкан. Но известно по опыту, и все моряки хорошо это знают, что море неохотно носит корабли вероломных и не помогает похищениям и предательствам. Гневное поднялось оно, объяло корабль мраком и гнало его восемь дней и восемь ночей, куда попало. Наконец моряки увидели сквозь туман берег, изрезанный утесами и подводными рифами, о которые должно было разбиться их судно. Они покаялись, поняв, что море разгневалось на них из-за этого ребенка, похищенного ими в недобрый час. Они дали обет отпустить его на волю и оснастили лодку, чтобы высадить его на берег. Тотчас же стихли ветры и волны, просияло небо. В то время, как корабль норвежцев исчезал вдали, успокоенные и смеющиеся воды отнесли лодку Тристана к песчаному берегу. С большим трудом взобрался юноша на утес и увидел, что за холмистой и пустынной степью простирается бесконечный лес. Он сокрушался, сожалея о Гарвенале, Раальде, своем отце и о земле Лаануа. Как вдруг далекий звук охотничьего рога и оклики развеселили его сердце. На пушке леса показался прекрасный олень. Свора собак и охотники неслись по его следам, голося и трубя. Но когда несколько ищеек повисло на загривке зверя, он пал в нескольких шагах от Тристана на задние ноги при последнем издыхании. И один из охотников ударил его копьем. Между тем, как, собравшись с кружок, они трубили об удаче, Тристан с удивлением увидел, как старший охотник полоснул оленя по горлу, словно собираясь его перерезать. — Что делаете вы, господин мой? — воскликнул он. — Пристало ли свежевать столь благородное животное, как свежуют заколотую свинью? Разве таков обычаи этой страны? — Друг мой! — ответил охотник. — Что сделал я такое, что могло бы тебя удивить? Да, я отниму сначала голову оленя, потом рассеку тушу на четыре части, которые мы отвезем, привязав к луке наших сёдел, королю Марку, нашему повелителю. Так поступаем мы. Так поступали жители Корнуэльса со времен древнейших охотников. Если, однако, тебе знаком более достойный обычай, покажи нам его. Вот тебе нож, друг мой. Мы охотно у тебя поучимся. Встав на колени, Тристан содрал с оленю шкуру, прежде чем разнять его. Затем разнял, как подобало, не трогая крестца. Отобрал потроха, морду, язык, ядра и сердечную жилу. И охотники, и доезжачие склонились над ним, смотрели и любовались. — Друг, — сказал главный охотник, — обычай этот прекрасен. В какой стране научился ты ему? Скажи нам, откуда ты родом и как тебя звать. — Господин мой, зовут меня Тристаном, а выучился я этому обычаю в моем отечестве, Лаонуа. — Тристан, — сказал охотник, — да воздаст Господь отцу, который так достойно воспитал тебя. Он, наверное, барон, богатый и могучий. Тристан, умевший не только хорошо говорить, но и с толком молчать, ответил ему хитро. — Нет, господин, отец мой купец. Я же тайно покинул дом на корабле, который отправлялся торговать в дальние страны, ибо хотел узнать, как в чужих землях живут люди. Если вы примете меня в число своих охотников, я с удовольствием пойду за вами и обучу вас, господин, и другим утехом охоты. Дивлюсь я, Тристан, что есть такая страна, где сыновья купцов знают то, чего в других землях не ведают дети рыцарей. Ступай же с нами, если хочешь. Добро пожаловать, мы отведем тебя к королю Марку, нашему повелителю. Тристан кончил разнимать оленя. Он отдал собакам сердце, голубу и внутренности и показал охотникам, как выделять долю для собак и подзывать их на рог. Затем, разместив на рогатинах хорошо приготовленные части оленей туши, поручил их каждому охотнику в отдельности. Одному большой филей, другому зад. Этим лопатки, тем задние ноги, этому оленей бедра. Он научил их строиться попарно, чтобы ехать в хорошем порядке согласно с достоинством тех частей дичи, которые торчали на рогатинах. И вот они отправились в путь и ехали, беседуя, пока не очутились перед прекрасным замком. Его окражали луга, плодовые сады, живые воды, рыболовные тони и пахотные поля. Множество кораблей заходило в гавань. Замок возвышался над морем. Крепкий и красивый, хорошо защищенный против всякого приступа и осадных орудий. А главная его башня, некогда воздвигнутая великанами, была построена из каменных глыб, огромных и хорошо обтесанных, расположенных, как зеленые и голубые клетки на шахматной доске. Тристан спросил, как зовется замок. — Зовут его Тинтагель. — Тинтагель? — воскликнул Тристан. — Да будешь ты благословен от Бога, ты и твои хозяева. Здесь добрые люди, некогда в великом веселье отец его Револен сочетался браком с бланшифлер. Но, увы, Тристан не знал об этом. Когда они подъехали к замковой башне, звуки охотничьих рогов привлекли к воротам баронов и самого короля Марка. Когда старший охотник рассказал ему о приключившемся, Марк залюбовался прекрасным распорядком поезда, хорошо освежованным оленем и великим смыслом охотничьего обихода. Но в особенности восхищался он чудным юношей-чужестранцем, и его глаза не могли от него оторваться. — Откуда у меня эта внезапная нежность? — спрашивал король свое сердце, а понять не мог. То была его собственная кровь, добрые люди, она-то заходила и заговорила в нем. То была любовь, которую он некогда питал к сестре своей бланшифлер. Вечером, когда унесли столы, уэльский жонглер, мастер своего дела, появился среди собравшихся баронов и запел песни под звуки арфы. Тристан сидел у ног короля, и когда певец сыграл прелюдию к новой мелодии, он обратился к нему с такой речью. Песня эта лучше всех других. Когда-то древние бретонцы сложили ее, чтобы прославить любовь граилента. Нежен ее мотив, нежные слова. В пении ты искусен, сыграй ее получше. Тот пропел, а потом спросил. — Дитя мое, что понимаешь ты в искусстве музыки? Если купцы из земли Лануа также обучают своих сыновей игре на арфе, роте и скрипке, то встань, возьми арфу и покажи свое искусство. Тристан взял арфу и спел так прекрасно, что бароны, слушая его, умилялись. А Марк восхищался певцом из земли Лануа, куда в былое время Револену вез бланшифлер. Когда песня кончилась, король долго молчал. — Сын мой, — сказал он наконец, — да благословен будет учитель, который обучил тебя. Благословен и ты Господом. Господь любит добрых певцов. Их голос и голос арфы проникают в сердца людей, пробуждают в них дорогие воспоминания и заставляют забывать многие печали и многие злодеяния. На радость нам ты вступил в этот дом. Останься надолго со мной, друг мой. Я с удовольствием послужу вам, Государь, как ваш певец, охотник и ленник. Так он и сделал. И в продолжении трех лет взаимная любовь возрастала в их сердцах. Днем Тристан сопровождал Марка в залу суда или на охоту, а ночью в королевском покое, где он спал вместе с другими ближними верными людьми, играл на арфе, чтобы удалить горе короля, когда тот бывал печален. Бароны души в нем не чаяли, особенно синишаль Динос из Лидона, как то покажет вам повесть. Но нежнее баронов и Диноса из Лидона любил его король. Однако, несмотря на их нежность, Тристан был неутешен, что утратил отца своего Раальда, наставника Гарвенала, и землю Лаануа. Добрые люди! Рассказчику, который хочет понравиться, пристало избегать слишком долгих повествований. Предмет этой повести так прекрасен и разнообразен, к чему же удлинять рассказ? Вот и я скажу вкратце, как, проблуждав долгое время по морям и странам, Раальд твердое слово пристал к Арнуэльсу, нашел Тристана, и, показав Марку Карбунку, когда-то данный королем бланшифлер, как дорогой брачный подарок, сказал ему, «Король Марк, этот юноша, Тристан из Лаануа, ваш племянник, сын вашей сестры, бланшифлер и короля Револена. Герцог Морган неправедно владеет его землей, пора бы вернуться ей к законному наследнику». Скажу вкратце, что, приняв от своего дяди посвящение в рыцари, Тристан поехал за море на корнуольских кораблях, заставил боевых вассалов своего отца признать себя, вызвал на бой убийцу Револена, убил его и вступил во владение своей землей. Потом он размыслил, что король Марк не может более быть счастлив без него, и так, как благородство сердца всегда указывало ему на самые мудрые решения, он созвал своих графов и баронов и так сказал им. «Сеньоры Лаануа, по Божьей милости и при вашей помощи я отвоевал себе эту страну, отомстил за короля Револена и воздал моему отцу должное ему. Но два человека, Роальд и король Марк Корнуэльский, поддержали сироту скитавшегося бедняка, и мне подобает назвать их отцами. Не обязан ли я им воздать должное? У именитого человека две собственности, его земля и его тело. И вот, Роальду, которого вы здесь видите, я оставляю мою землю. Отец мой, вы будете владеть ею, а ваш сын после вас. Королю же Марку я отдаю свое тело. Я покидаю эту страну, хотя она мне и дорога, и пойду в Корнуэль служить моему господину Марку. Таково мое решение. Но вы, сеньоры Лануа, мои ленники обязаны мне советом. Итак, если кто из вас хочет внушить мне другое решение, пусть встанет и заговорит. Все бароны со слезами на глазах похвалили Тристана, а он, взяв с собой одного гарвинала, направился в страну короля Марка.